По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 8 по 12 июля по области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 и более градусов. Ожидается местами сильная жара с максимальными температурами 31-36 градусов. Повышение температуры воздуха может привести к возникновению новых очагов природных пожаров, увеличению происшествий на водных объектах. Соблюдайте правила пожарной безопасности и правила поведения на воде. Телефон для вызова экстренной помощи 112. В Курганской области продолжается сезон активности клещей. На 6 июля в больнице по поводу укусов клещей обратились почти 4000 человек, из них более 1000 дети. В Роспотребнадзоре за Урале сообщили, что у 13 зауральцев подтвердили клещевой вирусный энцефалит, еще у 5 – клещевой боррелиоз. Опубликованы списки победителей конкурсного отбора, проведенного комиссией Департамента агропромышленного комплекса Курганской области. 32 начинающих фермера нашего региона получат гранты на развитие собственного дела. Всего на конкурс поступило 90 заявок. Среди главных критериев отбора – наличие у соискателя сельскохозяйственного образования и трудового стажа в сельском хозяйстве. Количество планируемых к созданию новых рабочих мест, наличие площадь земельных участков, сельхозтехники и животных. Максимальная сумма гранта составит 5 млн. рублей. Общая сумма грантовой поддержки превысила 151 млн. рублей. Большинство фермеров – 20 человек – ориентировано на развитие мясного животноводства. Двое планируют развивать овцеводство, остальные решили заниматься молочным животноводством. Благодаря грантовой поддержке будет создано более 60 новых рабочих мест, построено и приобретено 16 животноводческих помещений для содержания овец и крупнорогатого скота, а также приобретено 900 голов крупнорогатого скота и 200 голов овец. Министерство просвещения Российской Федерации готовится к тому, чтобы школы России начали учебный год осенью. Сейчас идет работа по подготовке школ к соблюдению всех мирозащиты и требований Роспотребнадзора. Для школьников в начале года проведут всероссийские проверочные работы, чтобы оценить уровень усвоения материалов и восполнить проблемы в знаниях после дистанционного обучения. По мнению представителей министерства, наработки из дистанционного образования будут использоваться для повышения качества школьного образования, например, когда будет вводиться карантин из-за сезонных эпидемий гриппа. В Курганской области на 7 июля из почти 500 человек, которые находятся на лечении с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, у 111 пневмония. Из тех, у кого есть воспаление легких, семеро нуждаются в интенсивной терапии. Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких и четыре человека находятся на кислородной поддержке. Бессимптомные и легкие формы с клиникой ОРВИ лечатся на дому. 89 пациентов находятся на амбулаторном лечении. Всего с начала пандемии в Курганской области было выявлено 1119 случаев заболевания. Выздоровело 623. Каргопольский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводит проверку по факту смерти 58-летнего мужчины в результате пожара. По предварительным данным, 5 июля текущего года в одном из домовладений поселка Шадринский произошел пожар, в результате которого наступила смерть проживавшего в нем мужчины. Причина пожара сейчас устанавливается экспертами. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.